У меня реплика маленькая, потому что президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9 пункта трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана. С другой стороны, хочу подтвердить готовность Республики Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Республики Армении. Мы это называем Армянский перекресток, и мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Я имею в виду те связи транспортные и экономические коммуникации, которые предназначены 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года. Спасибо. Я извиняюсь, Владимир Владимирович. Я должен подчеркнуть, что все те люди, которые знакомы с текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, они знают, что в этом заявлении есть только один случай использования, случай слова коридор. В этом контексте это слово имеет особое значение, и это о Латчинском коридоре, который я повторяю, что должен быть согласно трехстороннему заявлению под контролем Российской Федерации и обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Но, к сожалению, незаконно в присутствии российских миротворцев Азербайджан заблагировал этот коридор. С другой стороны, я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений. Еще хочу отмечить очень важный вопрос в этом контексте, вопрос о прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха и в рамках международного механизма. Я надеюсь, что в скорейшем, в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог между Баку и Степанакертом. Спасибо.